Прекрасно. Ну что ж, если есть одно подтверждение, значит, скорее всего, остальные тоже видят и слышат. Если кто-то не видит и не слышит, то у нас будет запись, в которой вы сможете все это сделать. Все-таки я надеюсь, что остальные тоже видят и слышат. Я попрошу вас все-таки по возможности в чате как-то участвовать и задавать вопросы, если что-то будет вам непонятно. Потому что совсем без обратной связи достаточно трудно вести вебинар. Хотелось бы от вас сразу получать какую-то обратную связь и, соответственно, на ваши вопросы я постараюсь сразу отвечать. Ну что ж, начнем. Меня зовут Калиников Павел Юрьевич, я руководитель учебно-методического центра компании Директ Медиа. И сегодня меня попросили провести для вас вебинар под названием «Онлайн-курсы и электронные издания». Честно говоря, тема меня несколько привела в возбужденное состояние, по той причине, что, конечно, на эту тему надо проводить не один часовой вебинар, а много-много вебинаров. Тема неисчерпаемая. Просто, к примеру, на эту тему и то не исчерпывая ее у меня есть три больших 12 вебинарных курса. Но, тем не менее, как-то попытаемся сегодня с этим совладать. Но не взыщите, мой вебинар будет в основном хабом, который распределит вас по нужным ссылкам и даст информацию о том, где что вы можете узнать и посмотреть. Коллеги, вот похоже на то, что у нас не все еще пришли. Давайте подождем немножко, потому что наша коллективная аудитория, судя по всему, еще не вошла в вебинар. И меня спрашивают через Skype, что ей делать. Я прошу прощения, давайте я пока не входит, я посвящу время техническим вещам. Мой сегодняшний вебинар, презентацию к нему, в вебинаре будет много разных ссылок. Чтобы иметь возможность ими пользоваться, сама по себе вебинарная комната не позволяет переходить по ссылкам, которые расположены на слайдах. Поэтому поступать надо следующим образом. Кого интересует тема, пожалуйста, скачайте мою презентацию и там вы после этого сможете воспользоваться тем арсеналом ссылок, которые я привел. Что надо для того, чтобы скачать? Обратите внимание вот сюда. Я рисую примерное направление. Здесь вы видите наверху справа ряд кнопочек. Пятая слева кнопка в виде серой папки. Когда вы нажимаете на эту кнопку, то у вас последовательно открывается или закрывается окно ресурса. В этом окне вы видите одну строчку. Эта строка соответствует моей сегодняшней презентации. Называется этот файл 2019.05.22. В скобках онлайн курсы и электронные издания. Для того, чтобы скачать мою презентацию, вам надо нажать, внимание, вот тут есть недопонимание некоторое, не на сам файл, не на название файла, а на зеленую кнопочку рядом с ним, слева от него. Если вы нажимаете на зеленую иконку слева от названия файла, то операционная система делает всплывающее окно, в котором вы можете дальше эту презентацию сохранить. После этого, открыв эту презентацию любым известным вам способом, вы можете уже иметь доступ ко всем ссылкам, которые есть. Прошу прощения, я сейчас узнаю, подключилась ли к нам аудитория или нет. К сожалению, оказалось, что та большая аудитория, которая у нас должна присутствовать... О, отлично! Значит, все мне говорят, что нас слышат, видят и слышат. Подтвердите, пожалуйста, еще и в чате на всякий случай, поставьте плюсик, что наша большая аудитория подключилась и все нормально. Отлично! Все, ну вот, наконец, все с нами, и я возвращаюсь к теме нашей презентации. Технический вопрос решен. Я надеюсь, что вам удалось скачать эту презентацию, и я настоятельно все-таки рекомендую вам ее скачать, потому что без ссылок будет тяжко. Итак, повторюсь, мой сегодняшний вебинар будет в основном распределяющим хабом. Несколько слов я вам, конечно, скажу, но вот прямо, по сути дела, вот некоторые рекомендации дам. Но все-таки надо понимать, что тема настолько неисчерпаема, что лучше я дам вам, вместо того, чтобы дать какую-то маленькую частичку, лучше дам общие рекомендации по поводу того, что посмотреть, что почитать и так далее. То же самое и по электронным изданиям, но там немножко может быть подробнее и так далее. Итак, онлайн-курсы. Начнем мы не с электронных курсов вообще, а с тех электронных курсов, которые располагаются у нас на нашем сайте Директ Академия. Если, кстати, кто-то не знает, мы проводим наши вебинары почти каждый день. Директ Академия – это наш медиапроект, медиапроект компании Директ Медиа. Постоянная, постоянно действующая, ну кроме двухлетних месяцев, площадка бесплатных вебинаров, которые мы проводим в основном для следующей категории слушателей, для вузовских преподавателей и для вузовских библиотекарей. Ну не только вузовских, а вообще для библиотекарей. А вот, соответственно, и тематика у нас подстроена примерно под эту аудиторию. Прямо по вот этой ссылке, которая здесь расположена. Вот, кстати, эту ссылку я могу продублировать вам прямо в чат сейчас. Некоторые ссылки я могу продублировать, те ссылки, которые вы можете посмотреть прямо по ходу. Потому что не все можно посмотреть прямо по ходу. Вот, там, вот на этой главной странице вы увидите расписание, причем сверху расписание на текущую неделю, а дальше, ниже, ближе к подвалу сайта, вы увидите интерактивное расписание, в котором запланированы все мероприятия на ближайшую, до конца учебного года. Короче говоря. Вот, если же будете отматывать назад это интерактивное расписание, то вы увидите прошедшие вебинары и ссылку на их записи, которые можете свободно посмотреть. Так вот, в рамках нашей Директ-Академии, начиная с этого года, кроме бесплатных вебинаров, действуют еще и онлайн-курсы. Онлайн-курсы, эту ссылку я тоже могу вам привести. Я сейчас объясню, почему я про это говорю. Вот ссылка на страницу онлайн-курсов. И в настоящий момент у нас действуют предложения по 11 курсам, которые мы с нашими спикерами предлагаем для физических и юридических лиц. Онлайн-курсы, в отличие от наших бесплатных вебинаров, это платная услуга. И если кто-то что-то заинтересуется, либо ваш вуз, либо отдельные преподаватели, мы с удовольствием, конечно, вас на этих онлайн-курсах встретим. Но не только ради рекламы я это говорю. Сейчас, когда мы дойдем до дела, я просто хотел бы начать с некоторых ссылок, которые вам помогут сориентироваться в вопросах разработки онлайн-курсов и вообще в том, что такое онлайн-курсы. Давайте я вам просто покажу, вкратце расскажу те курсы, которые у нас сейчас действуют. Сверху вниз будут, наверху самые новенькие курсы, подальше те, которые мы давно разработали. Итак, вот прямо вчера запустился курс, который называется «Курс Натальи Логачевой», который называется «Технология подготовки успешной диссертации». Стартовал курс вчера, если кто-то, вот кому-то позарез надо, можете еще присоединиться, еще есть время. Близо к завершению идет, сейчас у нас два курса непосредственно в запуске находятся. Это вот этот вот курс, первый, и второй курс «Марины Орешко», который называется «Информационные технологии в библиотеке и не только». Вот, он уже подходит к концу. Зимой, и точнее весной у нас прошел в марте курс по развитию детей, который назывался «Каждый гениален». Вот этот вот. Курс «Философия новых медиа» пока не запускался и, видимо, будет запущен в начале будущего года. Вот этот вот. Это курс нашего генерального директора Константина Николаевича Костюка. Ну, вот это так примерно. У нас, каждый курс у нас имеет подробнейшее описание. Вот, например, описание курса «Технология подготовки успешной диссертации». И даже дальше, ниже, если вы посмотрите по странице, там подробное описание программы и так далее. Условий, всего прочего. Курсы, которые у нас прошли, тоже. Курс «Как стать успешным преподавателем», дистанционным преподавателем. Вот этот вот курс, он прошел у нас в январе. Курсы, которые мы предлагали, но которые пока не проводили. По навыкам публичной речи для преподавателей «Хорошо говорим». И методика разработки сценария онлайн-курса «Краткий курс». Ну, и еще один курс Константина Николаевича Костюка «Электронные библиотечные системы в информационно-образовательной среде ВУЗа. Теория и практика». И, наконец, три моих курса, которые называются «Профессиональная разработка электронного учебного контента», «Учебное видео в онлайн-обучении» и «Учебный цифровой контент». Это очень просто. Я вот здесь вот демонстрирую. И даже даю прямые ссылки на них. В данном случае я занимаюсь не рекламой. И ссылки вам даю вот по какой причине. К этим курсам прилагается достаточно подробная программа этих курсов. И уже программа этих курсов может вам дать, даже просто от чтения этой программы, может вам дать представление о тех проблемах, которые стоят перед преподавателем, когда он желает стать автором онлайн-курсов. Курсы, вот эти три курса, они характерны тем, что они как раз направлены на преподавателей, на конечных авторов контента. И именно поэтому я призываю вас посмотреть их содержание, точнее их программу, чтобы понять, какие примерно встают вопросы перед автором онлайн-курсов, когда он не является конечным профессионалом, то есть не является, например, руководителем учебного центра, центра дистанционных образовательных технологий, а когда сам по себе автор и при этом хочет создавать онлайн-курсы. Вот это первый аспект, которым я хотел поделиться. Думаю, что он, вот совокупная программа этих трех курсов, она может дать вам хорошую вводную информацию по поводу того, что же ждет онлайн-преподавателя. Несколько просто слов в комментарии к этому всему. Слова такие. Я, как человек, который эти курсы давно уже ведет, имею стойкое убеждение, что практически каждый вузовский преподаватель способен стать онлайн-преподавателем и создать свой онлайн-курс. Ничего сложного в этом нет, надо только освоить некоторые приемы и, в общем-то, им научиться. Никаких специальных, точнее так, используя некоторые специальные сервисы и инструменты, можно достичь того, что вы освободитесь от влияния профессионалов другого толка, таких как дизайнеры, программисты и прочие специалисты, высококлассные специалисты, специальностью которых вам, скорее всего, в массе своей не овладеть. У вас уже, скорее всего, какая-то другая специальность. И, тем не менее, в традиционной культуре подготовки онлайн-курсов без этих категорий людей обойтись очень трудно. Но в настоящее время все движется вперед и созданы такие инструменты, простые достаточно, которыми можно овладеть и которые позволят преподавателям самостоятельно разрабатывать электронные учебные курсы. Вот это такой тезис очень важный, который, в принципе, надо еще осознать, потому что в каждом вузе к подготовке онлайн-курсов подходят по-разному. Где-то полностью эту миссию возлагают на преподавателей, где-то есть крепкий центр онлайн-обучения, он по-разному может называться. Центр дистанционных образовательных технологий, центр дистанционного обучения, иногда факультет, иногда институт, ну, как угодно он может быть в составе вуза. И тогда, скорее всего, авторы курсов будут выполнять исключительно авторскую роль, а всю нормативную документацию, как именно им готовить предварительные материалы, подготовит этот центр. Но даже в этом случае те рекомендации, которые я вам даю, они действуют и в этих случаях. Кроме того, есть, ну, вот эти вот курсы, они платные, и здесь я пока вам рекомендую познакомиться только с программами. А что же касается полномасштабного обучения, то у нас в Директ Академии прошло уже достаточно большое количество вебинаров, которые являются бесплатными и которые можно посмотреть, и которые будут, что самое важное, они не составляют единого целого, ну, разве что объединены там некоторые из них в тройке, двойке и четверке вебинаров. Вот, и их можно смотреть по одному, в зависимости от того, насколько интересует вас данная тема. Каждый вебинар – это примерно час времени. Ну, правда, в записи вы можете немножко схитрить, это записи на YouTube, можете установить в записи на YouTube скорость полтора или два, и тогда по-быстрому можно в два раза быстрее посмотреть вебинары. Вебинары – это вообще записи вебинаров, это вообще такие сущности, которые можно смотреть в ускоренном режиме, практически без особых ущербок к тому, что вы смотрите. Если что-то непонятно, можно тут же пересмотреть, вернуться, ничего страшного. Я обычно так и делаю. Вот, давайте я немножко прокомментирую. Здесь я включил записи вебинаров как своих, так и других авторов. Начну со своих авторов, потому что, вот, собственно, я как раз у нас в компании и занимаюсь не только всем проектом Директ Академии, но и направлением, связанным с дистанционным обучением. Итак, первые три записи вебинаров, они называются «Пупыри бесплатных инструментов для разработки учебного контента». И здесь просто, ну так, не то чтобы навалом, потому что по частям бесплатные инструменты каким-то образом поделены. В первой части речь идет об инструментах для создания текста, графики и звука, а также о сборке контента. Вторая большая часть посвящена инструментам для создания учебного видео. И третья часть посвящена созданием интерактивных инструментов, интерактивных элементов учебного контента. Следующий, четвертый пункт, он посвящен проблеме поиска создания и работы с иллюстрациями. И называется сам себе «Билд-редактор, как преподавателю правильно подобрать иллюстрации и медиафайлы». В этом вебинаре тоже даются некоторые инструменты, но в основном рассказывается о том, как искать и где подбирать правильные иллюстрации, как это сделать, чтобы без ущерба к качеству, и как соблюсти юридическую сторону вопроса. Следующий вебинар достаточно специфический, но для тех, кто занимается данным вопросом, может быть достаточно интересный. Новые медиа в обучении, изображение высокой четкости. Речь идет об инструментах, которые позволяют использовать очень большие изображения, размером на несколько тысяч пикселей, как их показать, как использовать, потому что это не иллюстрация, это в полном значении слова «новая медиа». Дальше у нас идет 4 вебинара, посвященные одной теме, теме учебного видео. Учебное видео – это такой вот сейчас очень популярный вид онлайн-контента, который может быть очень многоликим, может быть очень дорогим, а может быть и достаточно доступным для производства прямо на вашем рабочем компьютере. И тут 4 вебинара. Первый такой вебинар входной, что ли, для того, чтобы дать представление о том, какие вообще технологии учебного видео существуют, и как преподавателю выбрать подходящий формат под свои возможности, под свои затраты и так далее. Второй из этой четверки, и седьмой здесь по счету, вебинар посвящен тому, как подготовить материалы к записи учебного видеоролика. И, собственно, основной тезис этого вебинара состоит в том, чтобы... Основной тезис таков. Вот как вы подготовите материалы, так и запишите. От подготовки материала до того, как вы нажали на значок камеры, это 90% успеха. Восьмой пункт, или третий в этой четверке, внимание, мотор, записываем учебный видеоролик сами. Это, собственно, про сам процесс записи, который самый важный, но по времени занимает, может быть, из всех этапов меньшее время, и который реализует те потенции подготовки материала, которые вы в предыдущем случае сделали. Ну и, наконец, последний. Он такой самый трудный с точки зрения материала, который там есть, но самый важный, потому что, собственно, учебный видеоролик рождается после того, как сделан конечный этап приема видеомонтажа в учебном видео, просто о сложном. Вот. Четыре этих вебинара, они в некотором смысле являются бесплатной версией моего десяти вебинарного курса, большого, платного, который посвящен этому вопросу. Единственное, что отличие от большого моего курса состоит в том, что здесь все-таки дается некая информация, но самого процесса обучения не происходит, потому что сам процесс обучения без практики, конечно, невозможен. Следующую десятку вебинаров я вам покажу. Следующие два вебинара посвящены записи, в данном случае, посвящены тексту. Как ни странно, ну, вот, с одной стороны, преподаватели знают, что учебный текст – это вот то, что они уже точно знают, вот, потому что с учебным текстом постоянно приходится сталкиваться. Не бывает преподавателя, который вообще ничего не пишет. А с другой стороны, о многих аспектах учебного текста мы, как преподаватели, никогда не задумываемся или задумываемся редко. Поэтому первый вебинар из этой двойки посвящен электронной типографике, то есть, по сути дела, той форме, в которой мы текст представляем. Если мы онлайн-преподаватели и если при этом самостоятельно занимаемся вопросами учебного онлайн-курса, в подготовке онлайн-курса, мы должны каким-то образом развить себе компетенцию, связанную с электронной типографикой. То есть, тем, какой месседж мы посылаем нашим студентам через форму нашего текста. И этому посвящен первый вебинар в серии. Второй вебинар называется «Текст как медиа. Новые формы и структуры». Он говорит о тексте в более привычном смысле. Во-первых, просто о тексте как наборе смыслов. Во-вторых, о таких вещах, как структура, текст в новых медиа, текст для новых медиа, например, текст как сценарий для видеоролика, текст как титры, текст как motion design и так далее. Следующий вебинар, 12-й, «Медийная грамотность в библиотеке, аудитории, офисе» или «Что мне делать с этими файлами?» Этот вебинар – попытка шагнуть назад, откатиться на один шаг назад. Если все предыдущие вебинары, они в некоторой степени предполагают, что все-таки тот преподаватель, который с ними ознакомится, имеет представление, ну не супер, а какое-то все-таки более-менее нормальное представление о работе на компьютере и о том, что с этим компьютером делать. То есть является, может быть, непродвинутым, но, как говорится, уверенным пользователем компьютера, интернета и программного обеспечения. То здесь я сделал шаг назад и откатился к вопросам фундаментальным по поводу контентной культуры на вашем компьютере. Вообще говоря, этот вебинар – это задумка будущего курса для всех категорий офисных слушателей, офисных сотрудников, в том числе и офисных сотрудников ВУЗа, включая в том числе и преподавателей, и библиотекарей, и самую широкую аудиторию. Потому что мой опыт создания контента и участия в больших контентных проектах, к сожалению, таков, что я вижу, что на компьютерах большинства исполнителей происходят совершенно невообразимые вещи, и, в общем, надо просто каким-то образом привести в порядок контентную культуру. Вот этому посвящен вот этот вебинар. Следующие четыре вебинара посвящены вопросам онлайн-заимодействия. Если все, что мы до этого обсуждали, было посвящено вопросам производства учебного контента, и не зря, потому что в онлайн-курсе акцент с контентной составляющей и составляющей, связанной с непосредственной работой со студентами, он поставлен на контент. То есть, если просто в аудиторию очно вы можете прийти просто в аудиторию, ну, я не говорю, что неподготовленными, да, но можете, по идее, не иметь, скажем так, бумажки, подсказки, просто прийти, особенно если это вы не первый раз ведете, просто прийти и начать вести ваш предмет, если он вам хорошо знаком. То в онлайн-курсе, конечно, такого делать нельзя, и там контентная составляющая является определяющей. Но, тем не менее, составляющая, связанная с онлайн-заимодействием преподавателя и студента, она тоже играет огромную роль. И одним из способов взаимодействия, в настоящий момент самым популярным способом, является вот тот способ, при помощи которого мы сейчас с вами взаимодействуем. Это проведение онлайн-мероприятий, проведение вебинаров. Следующие четыре вебинара с 13-го, записи вебинаров, с 13-го по 16-е, посвящены проблемам ведения вебинаров, как преподавателю, который никогда не вел вебинары, стать спикером вебинаров. Что ему для этого надо? Первый вебинар вообще вводный. Вот эти 33 довода для вас и вашего начальника, чтобы начать вести вебинары. На этом вебинаре последовательно рассматриваются те положительные моменты, которые с вебинарами связаны, и почему это является в настоящий момент самым популярным способом ведения онлайн-заимодействия при обучении онлайн. Второй вебинар, 14-й, который здесь, под номером 14, это «Практические советы ведущему вебинара. Подготовка материалов вебинара». Это, по сути дела, как была подготовка материалов для учебного видеоролика, а здесь подготовка материалов для вебинара. Разумеется, то, что было сказано про видеоролики, важно и для вебинара. То есть подготовка материалов на 90% определяет успех проведения вебинара. 15-й номер – это работа ведущего в эфире, то есть, собственно, проведение вебинара. Нюансы, как работать, как включать, технологические нюансы, психологические нюансы, методические нюансы и так далее. Ну и 16-й пункт – это после вебинара собираем плоды труда. Что надо сделать после вебинара, как провести запись, как эту запись потом использовать, куда ее положить, как ее распространять, как ее разделить на части при необходимости, использовать эту запись как ряд учебных материалов, использовать ее в своем учебном курсе, в одном или нескольких. Вот этому 16-я тема посвящена. Следующие три вебинара, они все по отдельности. 17-й – мастер учебного контента «Инструменты и приемы». Здесь рассматривается инструментальная часть мастерства онлайн-преподавателя. И даются, во-первых, некоторые советы и некоторые советы по используемому инструментарию, для того, чтобы, овладев которым, преподаватель может заниматься онлайн-обучением. В некотором смысле, вот этот 17-й вебинар перекликается с теми вебинарами, с которых мы начали, попури бесплатных инструментов для разработки учебного контента. Но немножко в ином ключе это все описано. Именно с позиции инструментария как такового. 18-й пункт, назван так достаточно, может быть, странно. «Семь жизней онлайн-преподавателя. Как заменить собой целый коллектив?» Рассматривается вот какая проблема. Собственно, онлайн-преподаватель, если хочет этим заниматься, я не скажу индивидуально, а скажем так, если он хочет стать автором онлайн-курса и потом вести этот онлайн-курс, ему необходимо овладеть некими противоречимыми компетенциями. То есть быть не только преподавателем, но и знать и уметь еще кое-что. Это кое-что не является препятствием. То есть это вполне можно освоить, но тем не менее надо понимать, что ты становишься в некотором смысле человеком-оркестром, который имеет то, то и то. То есть ты не можешь уже быть узким специалистом или просто преподавателем. Тебе надо знать немножко одного, немножко другого, немножко третьего. Быть чуть-чуть программистом, чуть-чуть дизайнером, чуть-чуть билд-редактором, чуть-чуть маркетологом даже может быть. То есть освоить некие азы совсем других специальностей. Еще раз, это я вам говорю не для того, чтобы запугать вас, а наоборот для того, чтобы просто просветить с тем, чтобы вы знали, что вас ожидает, если вы хотите стать онлайн-преподавателями. Но опять же, это не критично, это не одна из этих компетенций или в кавычках специальностей. Это, конечно, не полностью специальности, это просто отдельные навыки. Не является критичной. То есть нет таких, которые упираются, например, в какие-то специальные знания, которыми мало кто может овладеть. Например, нет непосредственного требования быть программистом с мозгами программиста. Или нет требования становиться дизайнером с умением рисования, с творческими способностями. Тем не менее, надо представлять, что возможность стать автором и вести онлайн-курсы – это некая комплексная способность. То есть надо быть развитым человеком в разных областях. Ну и, наконец, последний вебинар, который в этом году я сделал – это «Качество учебного контента. Технические вопросы или повод для новой войны». Ну, этот вебинар, скорее, уже для тех, кто в онлайн-обучении как-то себя проявил, он такой проблемный по поводу того, что является качеством учебного контента и почему разные категории специалистов по онлайн-обучению понимают его по-разному. Ну, и я хотел бы еще предложить вам вебинары других спикеров, которые у нас проходили. Вот они тут разными цветами в номерах обозначены разные спикеры. Красным цветом помечена наша постоянная ведущая Марина Орешко. И вот несколько вебинаров я ее выделил. У нее вебинары тоже в основном инструментальные и посвящены освоению каких-то инструментов. Под 20-м пунктом – «Онлайн-презентации против PowerPoint». О возможности создания онлайн-презентаций. То есть тех презентаций, которые вы размещаете в сети, и они доступны для непосредственного просмотра из веба. 21-й пункт – «Визуализируй». Это инфографика статичная и динамичная. Ну, это про инфографику. 22-й пункт – «Даешь взаимодействие интерактивные плакаты и презентации». И 23-й – «И еще раз о виртуальных выставках». Ну, это, правда, больше подходит для библиотекарей, ну, и преподавателям тоже достаточно интересно. Отдельно один единственный вебинар, вот этот, вот, 24-й. Виталий Цигельный делал этот вебинар. Называется он «Лучшие инструменты для проведения индивидуальных занятий в режиме реального времени». Если все то, о чем мы говорили ранее, в большей степени полезно для преподавателей традиционного склада, то есть вузовских преподавателей, корпоративных преподавателей, преподавателей дополнительного обучения, то здесь Виталий рассказывает об инструментах, которые больше подходят людям, которые занимаются консалтингом, репетиторством и индивидуальными занятиями. Если кто-то из вас интересуется этой темой, то вот этот вебинар для них. Ну, и, наконец, следующие две тройки посвящены системам дистанционного обучения. Тройка вебинаров, помеченные зеленым цветом. Это вебинары от платформы Stepik, платформы онлайн-курсов. И здесь выступали представители этой компании. Наталья Феофанова, в частности, два курса, и второго спикера забыл, как зовут, извините. Про то, как делать онлайн-курсы на Stepik, как их помещать туда, какие условия для распространения, какие есть возможности, как можно бесплатно сделать курс и бесплатно его разместить, какие платные есть возможности для того, чтобы разместить платные курсы и так далее. Ну, и, наконец, платформа Stepik, кстати, действительно хорошая, интересная компания, где можно делать интересные вещи. Ну, и, наконец, последний пункт с 28 по 30, это три вебинара, которые провел Алексей Дьяченко, большой специалист по системе дистанционного обучения Moodle. для тех, кто любит Галина Александровна. У меня свой план, и я буду его придерживаться. Как я уже сказал, дать за один вебинар много вам, я вам не смогу, поэтому мой вебинар будет представлять из себя именно хаб, распределяющий по тому, что вам посмотреть и что почитать. Таким образом, с 28 пункта по 30, это ProMoodle, который очень... Так, нам придется еще раз возобновить запись. У нас еще и запись пропала. Понимают они или нет. И поэтому умение объяснять, хорошо объяснять в онлайне, ну, на порядок более важная вещь, чем это умение в простой аудитории. То есть, если в простой аудитории у вас сразу есть обратная связь, вы, даже если вам люди ничего не говорят, они, вы просто по лицу видите. Понимаете, понимают они что-то или нет. То в онлайне стратегия объяснения должна быть продумана заранее. И, собственно, вот про это. Эта книжка, она достаточно проста, она содержит простые советы, которые, вот, хорошо бы нам всем знать. Ну, а теперь пару слов про те инструменты, которые я непосредственно советую вам прямо вот сейчас, здесь и сейчас. Я, честно говоря, достаточно долго думал, что именно вам порекомендовать, и решил остановиться на вот этом вот продукте, который сразу позволит вам создавать какой-то учебный контент, ну, вот, практически здесь и сейчас. В качестве инструмента, который является инструментом для сборки учебного контента, я уже пять лет использую не внутренние какие-то конструкторы, каких-то систем дистанционного обучения, таких как Moodle или каких-то других, а сервис под названием Tilda Publishing. Сервис имеет бесплатный план, с которого, собственно, можно начать, и уже на котором можно что-то делать. Прежде чем начать работу с этим сервисом, я вот рекомендую всем прочесть вот эту хорошую статейку, которая называется «Как создать мультимедийный лонгрид». Вот она. Займет это у вас минут 15, наверное, чтения. Вот такие первые рекомендации. Итак, что же это за такой сервис, и почему он такой удобный для нас, для преподавателей? Делался этот сервис не под преподавателей, делался он под общие нужды создания простых, красивых, структурированных, мультимедийных, интерактивных страничек, а то и целых сайтов. Но для нас он подходит очень хорошо. Ну и, в частности, все мои курсы, их медийная, их часть, связанная с контентом, контентная часть, она изготовлена на вот при помощи этого продукта. Чем хорош этот продукт? Во-первых, своей модульной системой. Сама суть этого проекта состоит в том, что вы автор, вы не являетесь профессиональным дизайнером, верстальщиком и программистом, тем не менее вы хотите получить качественный результат. Как этого можно достичь? Этого можно достичь, если вот эти вот категории, верстальщики, дизайнеры, программисты заранее потрудились, создали достаточное количество хороших, качественных шаблонов, и вам, как автору, остается использовать эти шаблоны и просто, ну, условно говоря, забрасывать ваш контент в эти шаблоны и получать свои страницы. Идея, витающая в воздухе, но именно Tilda ее реализовала наилучшим образом. Tilda, это, кстати, наш российский продукт, вот, поэтому там все хорошо с интерфейсом, там все по-русски, вот, и в этом смысле все прекрасно. Что это за такая модульная схема? Вы строите свой контент из больших блоков. Блоки могут быть текстовые, изображения, галереи, слайдеры, всякие сложные шаблоны, цитаты, важные предложения и так далее, и так далее. Вот, и из них вы, собственно, и строите свою страничку, уже не из кирпичей или не отливаете свой дом из бетона, а берете готовые большие блоки и из этих блоков строите свой дом, то есть свой онлайн-курс. По крайней мере, его контентную часть. Вот, блоки эти достаточно большие для того, чтобы использовать там 5, 6, 10 наименований блоков, и этого вполне достаточно вам для того, чтобы изготовить тему вашего курса. С одной стороны, с другой стороны, внутри эти блоки достаточно совершенны. То есть там применены правильные шрифтовые пары, там применены правильные отступы, картинки располагаются там, где надо, текст ни на что не наезжает, он правильно обступает картинку. Ну, в общем, все создано так, как должно быть. Вы, конечно, можете своей волей немножко подстроить этот блок, но даже если вы его не подстраиваете, все уже более-менее получается нормально. Вот положительным моментом является то, что не просто наличие этой технологии, но и то, что этих блоков достаточно много. То есть в настоящее время около 450 блоков доступны в тильде, и это большое богатство. То есть при помощи этих блоков реально можно что-то строить. Вот в бесплатном тарифе, правда, доступно меньшее количество блоков, но даже этого, в общем, достаточно, чтобы сделать нечто вполне нормальное. Кроме того, в тильде есть такой момент, связанный с адаптивностью. Как известно, не любой сайт, который вы сделаете, будет нормально смотреться на экране большого монитора и гаджетов. Вот тот контент, который вы создадите для тильды, он точно будет отображаться на всех устройствах. Конечно, создавать, скорее всего, вы будете его на большом компьютере. На маленьком он будет отображаться так, чтобы это было видно, но не оптимально. То есть если вы совсем не думаете об маленьком экране, то с телефона этот контент все равно увидят. Правда, будет он отображаться не оптимальным образом. Ну а еще, кроме того, если вы задумаетесь над тем, как бы это сделать оптимально для всех видов устройств, там есть возможности делать дубли блоков, и один и тот же объект по-разному размечать в одной странице для больших компьютеров и для маленьких экранов вертикальных, вот таких вот телефонных. И в этом случае будет все хорошо и в одном, и в другом случае. Ну для этого надо приложить уже дополнительные усилия. Кроме того, тильда является очень простым в освоении продуктов. И для того, чтобы с самого начала вы не метались бы из стороны в сторону, все-таки даже строить контент из блоков, если их много, начать этот процесс, он достаточно затратный, что ли, по времени. Есть еще такие вещи, как шаблоны проектов. То есть некие готовые странички, в которых не только вы можете вставлять блоки, но и уже и блоки подобраны под тему. Ну, например, есть тема такая, анонс вебинара. Выбираете эту тему, заменяете, там уже с десяток блоков, расположенных в нужном порядке, и вам остается только залить свой собственный контент в каждый из этих блоков. Вот для начинающих это очень шикарная вещь, то есть вы можете просто использовать эти шаблоны, подходящие шаблоны, а потом уже понемножку из-под воль закидывать туда свои блоки, что-то менять, что-то удалять, то, что вас не устраивает, что-то менять. И таким образом начинать уже потихонечку создавать свои собственные шаблоны, которые вы потом будете использовать постоянно. Ну вот, про тильду можно говорить долго, конечно. Ну, что еще? Какие еще инструменты есть? И я бы хотел вам порекомендовать вот эти шесть инструментов, которые я постоянно использую. Это инструменты для создания интерактивных элементов контента. Инструмент для создания простой инфографики, который называется Data Rapper D. Он находится в немецком сегменте интернета. Ну, там англоязычный интерфейс, все более-менее понятно. При помощи него можно создавать простую интерактивную инфографику, всякого рода диаграммы, карты и так далее. Сервис по Plat.com, это второй пункт, позволяет создавать элемент контента, который называется карта знаний. Карта знаний – это некий граф, в узлах которого располагается контент. Карту знаний можно использовать для альтернативной навигации по курсу, либо даже для маленьких мини-курсов, в которых можно прямо внутри этого графа закидывать какой-то контент, тексты, ссылки, видеоролики, графику и так далее. Значение этого сервиса заключается в том, что это некий альтернативный способ представления информации по сравнению с привычными нам оглавлением и иерархическим оглавлением. Облако тегов WordArt.com – это интерактивный сервис для создания облака слов. Облако слов – это хороший прием для создания первичного интереса к вашему контенту. Это то, что если вы хотите, чтобы люди в течение пяти секунд сразу поняли, о чем будет ваш курс или ваша тема, создавайте облако слов, и оно вам в этом поможет. А это необходимо в том случае, если вы выходите на открытый рынок, и люди, которые заходят на ваши странички, у вас есть условно как раз вот эти пять секунд, для того, чтобы их каким-то образом привлечь. И облако тегов для этого служит. Дальше идут уже достаточно серьезные вещи. Это оси времени. И здесь замечательный сервис, который называется Timeline.js, абсолютно открытый. Да, все эти сервисы, они открыты, либо полностью открытые и бесплатные, либо у них есть приличный бесплатный тариф. Оси времени Timeline.js – это то, что позволяет ввести вашего слушателя в контекст временной. Ну и, наконец, интерактивные путешествия – это то, что позволяет ввести вашего слушателя в географический или геометрический контекст. Вот по поводу этих двух сервисов у меня отдельные слайды есть, и чуть-чуть подробнее поговорим. Ну и, наконец, сервис для создания интерактивного видео – Thinglink, при помощи которого можно создавать видео с интерактивными элементами, всплывающими подсказками, видео внутри видео и так далее. Чуть подробнее по поводу сервиса Timeline.js, сервиса создания таймлайнов или осей времени. Вот так он примерно выглядит. Из интерактивности здесь следующее. Можно внизу вот это, собственно, ось времени. Годы, месяцы, при необходимости дни, часы, минуты. Некие события располагаются в виде таких вот вкладок на этой оси времени. Эту ось времени можно увеличивать, уменьшать по масштабу, двигать туда-сюда, просто перемещая мышкой. Можно тыкать в любое из вот этих событий, либо пользоваться слайдером и переходить последовательно от одного события к другому. Один из любимых инструментов, который я постоянно использую, напоминаю, ось времени позволяет восстановить временной контекст, и когда у вас есть какое-то временное описание в вашем учебном курсе, то всегда лучше использовать такой элемент, нежели пытаться описать это чистым текстом. Другой сервис, который называется StoryMap.js, он позволяет ввести, как я уже сказал, в геометрический или географический контекст. В частности, позволяет либо рассмотреть какую-то карту и сделать путешествие по карте, и к каждой точке на этой карте привязать какой-то контент посредством вот такого вот указателя, либо то же самое сделать на основе большой картинки, на которой можно приближаться и рассматривать ее детали, и каждой из этих деталей делать какое-то свое собственное примечание, давать собственную контекстную какую-то информацию. Ну вот один пример. Да, ну вот все, я здесь сделал один пример, больше нет. Посмотрите вот здесь вот, например, одну из таких работ, посвященную картине Иванова «Явление Христа народу». Ну, оба эти примера, они как-то связаны с искусством, но вовсе это не означает, что ваш учебный контент должен быть тоже с искусством связан. Просто на искусстве это приятно и удобно показывать. Ну и по поводу электронных изданий. Электронные издания имеют, конечно, много общего с онлайн-курсами, но онлайн-курс – это такая громада, а электронные издания – это некая такая вот малая доля, которая той технологии, которая может использоваться в онлайн-курсе. Если угодно, онлайн-издание – это некая переходная форма между традиционной формой контента, книжной, статейной и онлайн-курсами, которые являются новой инкарнацией учебного контента. По поводу самостоятельного создания электронных изданий, то, о чем я говорил, особенно те части, которые связаны с типографикой, с работой с текстом, они 100% действуют и здесь. Если же речь идет об совместном электронном издании автора и какого-то электронного издательства, в данном случае я вот как раз такое электронное издательство представляю. Компания Директ Медиа – это не только интегратор учебного контента, но и электронное издательство. Поэтому у нас есть традиционный вебинар, который мы проводим достаточно часто, который называется «Электронное издание. Как преподавателю стать автором в издательстве Директ Медиа». Последний раз такой вебинар проводился 18 апреля, и я вам рекомендую его посмотреть. А с другой стороны, буквально по крупицам, несколько слайдов из него покажу прямо сейчас. Да, и еще второй вебинар, который я вам рекомендую посмотреть, это вебинар ответственного редактора издательства Директ Медиа Анны Ивановой. «Новый подход к изданию книг. Вебинар для авторов и преподавателей». Итак, все-таки несколько тезисов. «Электронная книга. Почему это важно? Почему это интересно? И почему это современно?» Ну, если по-простому, то «Электронная книга» – это отверстанная книга, просто в новом формате, которая может передаваться онлайн по интернету, либо на каком-то ином носителе. Ну, на самом деле, в этом «Электронная книга» существует уже достаточно давно, но, наверное, лет 20, как эта идея муссируется и так или иначе воплощается в жизнь. Почему же она важна, эта идея? Самым главным тезисом являются не форматы, не верстки, не интерактивности, а тот простой факт, что электронное издание является изданием с нулевой стоимостью копии. Это и огромная радость для нас, и это большое огорчение. Большое огорчение связано с тем, что если не включать инструмент юридический, то, вообще говоря, каждый может скопировать книгу, ничего за это не заплатив. Радость заключается в том, что издатель и автор теперь лишены целого набора неприятных всяких вещей, которые замедляют, усложняют и удорожают книгу. Такие вещи, как зависимость от бумаги, зависимость от дорогостоящего типографского оборудования и так далее. Почему люди любят электронную книгу, и почему даже люди старшего возраста сейчас с удовольствием переходят на чтение электронных книг? Да, просто потому, что люди хотят пользоваться книгой, но совсем не всегда, в большинстве случаев, не хотят ей владеть. То есть, владение книгой как необходимое условие для пользования книгой ушло в прошлое. То есть, если в прошлом мы должны были купить книгу как вещь, и только потом получить возможность доступа к тексту, как к тому, ради чего мы ее покупали, то теперь такой необходимости нет, и это очень здорово. Вот, и этим все сейчас пользуются. Это, к сожалению, убивает бумажную книгу как некую предыдущую инкарнацию, способ распространения информации как средство коммуникации, но эта необходимость, в этом заключается, собственно, наше сегодняшнее время вот в таком вот виде чтения. Поэтому, если вы автор, мимо электронной книги и мимо онлайн-контента вы никак не пройдете в наше время. Несколько слов еще по поводу книги, о том, в чем ее преимущество. Вот здесь они перечислены, это не все. Вы можете, ну, слово мгновенно, наверное, надо рассматривать, не в буквальном смысле, достаточно быстро доносить ваши мысли и идеи до читателей. Передача создания электронной книги достаточно быстрая, быстрее, чем создание бумажной книги. Ее передача по сети вообще не занимает времени. Покупателю не надо идти в магазин, дожидаться посылки и так далее. Он сразу может воспользоваться вашей книгой, либо помещенной в электронную библиотеку, либо купив ее в интернет-магазине и так далее. Все это очень быстро. Сразу вечером вам нечего почитать. Вы залезли в интернет-магазин, купили книгу и уже читаете ее. На издание уходит меньше времени. Вот если говорить о нашем издательстве, директ-медиа, то электронная книга издается в среднем за месяц, а на бумажную потребуется полгода. Нет затрат на доставки, на тиражирование. Это вот то, что я говорил, нулевая цена копии. Широкий охват аудитории. Ну и последний пункт в наше время, тоже имеющий большое значение, экологичность. Древесина не расходуется, расходуются просто электрончики, которые бегают туда-сюда. Вот это тоже достаточно важно. В каких форматах распространяется книга, как правило, и с какими форматами работаем мы? Прежде всего, это формат PDF. Для электронной книги формат не самый распространенный, но у нас в ВУЗах он востребованный по той причине, что в ВУЗах часто применяется, если речь идет об учебниках, и об учебниках, например, по естественным наукам, по математике, по химии, применяется сложная верстка, которую невозможно передать через простые форматы, такие как FB2. популярные для билетристики. Поэтому у нас, если речь идет об учебной литературе, скорее всего, зайдет разговор о верстке в формате PDF. Радость этого формата заключается еще и в том, что он практически один в один соответствует формату напечатанной книги. И если книгу необходимо все-таки напечатать, то достаточно этот PDF распечатать. Либо, если речь идет о простом варианте, просто распечатать на вашем принтере полностью или частично. Либо, если речь идет все-таки о создании твердой копии книги, это распечатать при помощи специального оборудования и при помощи специального сервиса, который называется Print on Demand, печать по требованию. В этом случае вы получаете нормальную, хорошую книгу, просто в малом количестве экземпляров. Распространенные форматы, я буду говорить слово билетристика, но на самом деле не всегда это так. Это EPUB, MOBI и FB2. Это форматы для книги, в которой нет сложной верстки. Ну и, наконец, формат Déjà-vu. Это нижний самый формат. Он такой уходящий формат, но тем не менее важный формат для книг старых, со старой орфографией, которые отсутствуют в верстке, а присутствуют просто в сканах листов. Вот в этом случае применяется еще и такой формат. Ну и, наконец, последнее, что я хотел бы вам сказать. Это надо всегда... Еще один плюс электронной книги – это возможность практически безлимитного иллюстрирования. То есть, если вам надо отиллюстрировать вашу книгу, то, конечно, электронная книга гораздо лучше в этом смысле, чем бумажная книга. Если вы придете в традиционное издательство, то вам скажут, а сколько вам иллюстраций? Вы скажете, допустим, 200 иллюстраций, чтобы они были цветными. И вам выставят такой счет, что там у вас глаза на лоб полезут. А стоимость электронной книги почти никак не зависит от количества и от цветности иллюстраций. И это очень здорово, потому что нам подчас нужно, особенно в гуманитарных дисциплинах, нужно большое количество иллюстраций, которые наш труд превращает уже в более потребный для изучения материал. Я не буду здесь рассказывать о тех конкретных кейсах, которые были связаны с этим. Просто примите это во внимание о том, что это реальное преимущество или реальное ваше преимущество. То есть это не просто преимущество, которое где-то существует, это реально то, что электронную книгу отличает от обычной. Вот, в основном у меня все. Я по поводу того, как вам с нами контактировать и стать нашими авторами, я все-таки предлагаю вам послушать вот этот вот вебинар. Там подробно об этом рассказано. Но если у вас какие-то вопросы возникнут, можете просто мне переслать информацию о ваших предложениях, а я передам эту информацию нашим редакторам, и тогда свяжетесь уже непосредственно напрямую. Если у вас какие-то вопросы, реплики, пожалуйста, я готов их выслушать и ответить. Коллеги, запись нашего вебинара будет доступна через пару дней, так что те, кто не смог посмотреть, его смогут посмотреть. У нас, правда, в середине нашего вебинара произошел сбой интернета, и, видимо, всех выкинуло, и в том числе прервалась запись, но я быстро ее возобновил, так что сочьем два кусочка, и будет вам запись. Все, кто принимал участие в данном мероприятии, получат бесплатные сертификаты о том, что вы приняли участие в этом вебинаре. Сейчас я вам дам ссылку, по которой вы сможете получить свои сертификаты. Я имею в виду тех, кто принял непосредственное участие. То есть, к сожалению, не тех, кто сидит в зале, а те, кто со своих компьютеров это сделал. Потому что такая у нас технология. Вот здесь вся информация по поводу того... Нет, прошу прощения, не здесь. А вот здесь... По поводу того, как вы сможете получить свои сертификаты. Сертификаты будут готовы, наверное, где-то в течение часа, после окончания нашего вебинара. Так что зайдете по этой ссылке, введете либо свою фамилию в строку поиска, либо адрес той электронной почты, под которой вы вошли, и сможете скачать свой сертификат. Всем спасибо за внимание. У нас с вашим вузом будет еще один вебинар послезавтра, посвященный сервису книгообеспеченности. Так что с кем-то из вас, возможно, мы встретимся еще раз. Ну, а остальным до свидания. Спасибо, что приняли участие в вебинаре. До новых встреч. И приглашаю вас в Директ-Академию на наши бесплатные вебинары. Пользуйтесь возможностью обучаться бесплатно каждый день. Всего доброго. До новых встреч. Продолжение следует...